Всем привет! В этом видео я покажу как удаленно управлять другим компьютером и настроить простой обмен файлами с помощью специальной утилиты. У пользователей, работающих за ПК, иногда возникает необходимость удаленно подключиться к другому компьютеру. Например, сидя дома нужно подключиться к рабочему ПК, достать из него какой-то нужный в данный момент файл и так далее. Или же нужно помочь удаленно решить какую-то компьютерную проблему друзьям или родственникам, установить или настроить программу, удалить вирус и так далее. Также очень важно, чтобы для таких личных целей программа была бесплатной и не нужно было проходить регистрацию, а просто скачав и установив ее сразу приступить к работе. Для таких нужд хорошо подойдет утилита TeamViewer. На официальном сайте заявлено, что программа является бесплатной для частного некоммерческого использования. TeamViewer представляет собой комплексные решения для удаленного доступа, удаленного мониторинга и удаленной поддержки, совместимые практически со всеми стационарными компьютерами и мобильными платформами, в том числе Windows, macOS, Android и iOS. Используя TeamViewer, вы можете удаленно пользоваться компьютерами или мобильными устройствами, расположенными в любой точке мира, как будто вы пользуетесь ими непосредственно. Эта программа очень проста в использовании. Даже если вы являетесь начинающим пользователем, у вас не возникнет никаких трудностей в ее использовании. Итак, переходим на сайт программы и скачиваем ее. Скачать бесплатно для личного пользования. Запускаем скачанный установщик. Как видите, программу не обязательно устанавливать. Достаточно выбрать, только запустить и отметить, как вы хотите ее использовать. Если вы собираетесь использовать ее на постоянной основе, лучше, конечно же, выбрать установку. Если это будет одноразовое использование, выбираем только запустить. В основном окне программы вы увидите Идентификационный номер вашего компьютера, ID и пароль. Для подключения к вашему ПК эти данные нужно сообщить вашему партнеру. Если подключаетесь вы, то вам нужны ID и пароль вашего партнера. Вводим ID в это поле и выбираем тип подключения. Удаленное управление или передача файла. И жмем подключиться. После чего появится поле пароль. Вводим пароль и жмем вход в систему. Вот и все, вы успешно подключились к удаленному компьютеру. И можете видеть его рабочий стол. Точно таким же способом могут попасть и на ваш ПК. Просто введя ваш ID и пароль. Выбрав передачу файлов, вы получите доступ к дискам удаленного компьютера. И сможете копировать, записывать и удалять информацию с них. Выбрав нужный файл, жмем отправить или получить. После чего сразу же начнется его передача. Внизу можно увидеть статус выполнения. Как видите, файлы можно переименовать. Создавать папки. И удалять выбранные объекты. А пройдя регистрацию и создав учетную запись, вам будет проще пользоваться программой. После регистрации у вас будет своя учетная запись с постоянным ID и паролем. И с помощью нее вы можете очень просто настроить постоянный доступ к нужным вам компьютерам. На примере своего дома вы сможете зайти на рабочий компьютер, а с рабочего компьютера на домашний. Для этого нужно, чтобы компьютер был постоянно включен. Специально на удаленном компьютере TeamViewer запускать не нужно. После установки программы в операционной системе будет постоянно работать сервис TeamViewer. Как я уже говорил ранее, для постоянного использования программу нужно будет установить. Запускаем установщик. При установке выбираем установить, чтобы потом управлять этим компьютером удаленно. Личное некоммерческое использование. После чего будет предложено настроить неконтролируемый доступ. Жмем продолжить. Указываем имя и пароль. Продолжить. Создайте учетную запись TeamViewer бесплатно. Вводим имя, почту, пароль. Продолжить. Для подтверждения нужно открыть почтовый ящик и перейти по ссылке. Теперь при запуске программы у этого компьютера будет постоянный ID и пароль от учетной записи. Также в настройках программы можно задать другой пароль. Идем во вкладку безопасность. Здесь в любой момент, если понадобится, можно настроить неконтролируемый доступ с парольной защитой. И соответственно задать свой пароль. А чтобы иметь возможность подключиться к удаленному компьютеру в пару кликов и не возиться с паролями, устанавливаем отметку «Предоставление легкого доступа». Привязав ПК к учетной записи, вы сможете работать с ним с разных устройств. С мобильного приложения вашего смартфона, с программы на другом ПК или веб-интерфейса в браузере. В любом из этих способов вы сможете отслеживать активность удаленных устройств и подключаться к ним. С браузера можно увидеть, находится ли данный компьютер в сети и подключиться к нему, если он активен. Чтобы постоянно не запускать программу на ПК, можно активировать в настройках загрузку вместе с системой. Дополнительно, опции Основные Запускать при загрузке Windows Вы сможете управлять компьютером даже с мобильного телефона. Нужен лишь доступ к интернету. Нужно только установить приложение и залогиниться. Помимо удаленного управления компьютером, с помощью этой программы можно проводить видеоконференции, включать демонстрацию экрана, осуществлять видеозвонки и переписываться в чате. Здесь есть удобный планировщик будущей конференции, с помощью которого вы можете наперед запланировать предстоящую видеосвязь. Вот так просто с помощью TeamViewer вы сможете упростить свой рабочий процесс или помочь своим родственникам удаленно настроить их ПК. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.